Радио «Вера» представляет Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам. Был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обед безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно посуху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Преподобный Силуан Афонский писал «Святые, в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая и прославляя преподобного Виссариона, чудотворца египетского, мы просим его «Моли Бога о нас». Преподобный Иларион Новый жил в 8-9 веке. В 20 лет он принял монашество и вошел в братью Далматской обители. Он глубоко почитал своего соименника, преподобного Илариона Великого, стремился подражать его жизни и потому был прозван Иларионом Новым. После смерти игумена на его место все захотели избрать Илариона. Тот узнал об этом и тайно удалился в Константинополь. Монахи-обители написали письмо к патриарху Никифору с просьбой назначить Илариона игуменом. Патриарху удалось убедить Илариона, и с послушания он подчинился. Восемь лет он мирно управлял монастырем. В 813 году к власти пришел император Лев Армянин. Он был иконоборцем и преследовал тех, кто почитает святые иконы. Игумен Иларион отказался поддержать императора и обвинил его в ереси. За это Илариона несколько раз заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Только после смерти императоров-иконоборцев Льва и Феофила Иларион обрел свободу. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Вспоминая преподобного Илариона Нового и других мучеников и исповедников, пострадавших от преследований, церковь просит их — молите Бога о нас. Преподобный Иона Клименский в миру Иоанн жил в конце 15-го — первой половине 16-го века. Он был сыном богатого новгородского купца. По преданию, однажды Иоанн плыл с грузом соли по Онежскому озеру. Внезапно корабль попал в бурю. Когда казалось, что надежды уже нет, Иоанн воззвал Господу. Он просил сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель. Там Иоанн услышал глаз Господень, который повелел ему создать обитель во имя живоначальной Троицы. Неподалеку, на можжевеловом кусте, спасенный увидел святую икону Троицы. Он исполнил завет и построил Климетскую обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Иоанн принял монашеский постриг с именем Иона. Он отказался от сана и гумена и остался в обители простым иноком. Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Прославляя преподобного Иону Климетского, мы просим его, моли Бога о нас. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уландском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 1923 году Оптину закрыли, а монахов выселили. Большинство поселилось неподалеку в городе Козельске. К 1928 году многие, в их числе и монах Рафаил, были арестованы. В ссылках он провел 21 год. Отбывал срок под Москвой в Дмитлаге. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Баренцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Он трудился ветеринаром в подсобном хозяйстве лагеря. Жил он в отдельной комнатке при свинарнике. Поэтому ему удавалось ежедневно совершать богослужения. Когда это открылось, он получил новый срок – 15 лет. Освободился Шейченко в середине 40-х. Он вернулся в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году еромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых. Своим христианским мужеством новомученики 20-го века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Молите Бога о нас!